Stray, Rack, Bait, Switch, Rough, Current Если хоть одно слово из этого списка поставило тебя в тупик, то ты открыл это видео неспроста. Сегодня мы разберем эти и другие интересные слова из песни Taylor Swift «Willow», приведем актуальные примеры с каждым словом и фразой и научимся применять их в реальной жизни. Перед началом ролика обязательно напиши в комментариях, какого исполнителя и какую песню разобрать в следующем ролике. С вами Голос Инглиш Шоу. Поехали! Перевод названия песни «Willow» известен далеко не каждому, кто изучает английский, разве что вы не увлекаетесь ботаникой или не пытались впечатлить какого-то американского биолога. Слово «Willow» переводится как «Ива», и в своей песне Тейлор поет «Life was a willow, and it bent right to your wind». «Жизнь была Ивой, и она прогнулась под твоим ветром». А еще это довольно распространенное имя в Америке. Например, так назвали своих дочерей актер Уилл Смит и певица Пинк. Вернемся к Тейлору и прокрутим ту строчку заново. Глагол «Bend» означает «сгибать», «сгибаться» или «наклоняться». Например, если вы решите посмотреть американских фитнес-блогеров, то можете услышать «Bend to the left, bend to the right». Наклонитесь влево, наклонитесь вправо. Дальше Таня Свифт поет Грубая на поверхности, но ты проник словно нож. Обратите внимание здесь на два слова. «Rough» и «cut through». Первое «rough» имеет много значений. В одном только Cambridge Dictionary описаны 9 значений этого слова как прилагательного. Ссылку мы, конечно, оставим в описании. В нашем случае больше подходит вот это. Неровный или негладкий, часто из-за пребывания в плохом состоянии. Часто это слово используют в отношении плохих дорог. Например, А потом еще около 40 миль неровной дороги, чтобы добраться до больницы. Или Что, черт возьми, с тобой случилось? Ты выглядишь как после 40 миль неровной дороги. На самом деле, в английском языке очень часто бывает, что одно слово имеет очень много значений. Чтобы разобраться со всеми значениями каждого слова, нужно стараться как можно больше общаться с носителями языка. Где это делать? Может, на рынке? А много иностранцев? Нет. Британские ученые доказали, что лучше всего практиковать язык именно в проекте Native Show от школы английского языка English Show. Ежедневное общение с носителями, еженедельные созвоны по скайпу, живое общение, помощь преподавателей, все это и многое другое по цене чашки кофе в день в проекте Native Show. Британские ученые уже с нами, а чего ждешь ты? Ссылка в описании. Второе слово, на которое стоит обратить внимание в этом отрывке, это cut through. Этот фразовый глагол переводится как разрезать, срезать или пробиваться через. Например, Давайте срежем здесь. Или Пробивайся через деревья, пробивайся через бетон. Синонимом слова cut through будет слово snake, пробраться, подкрасться. Проберитесь внутрь, убейте манса. А вот фрагмент из песни с этим словом. Голова на подушке, я чувствую, как ты подкрадываешься. Еще Тейлор использует интересную идиому open-shot case. And if it was an open-shot case, I never would have known from the look on your face. And if it was an open-shot case, I never would have known from the look on your face. И если бы все было элементарно, я бы никогда не поняла по твоему лицу. Она переводится как простое элементарное дело. Если рассматривать эту фразу по частям, то open – это открытый, shut – закрытый, а case – это дело. Это дело, которое, как только вы за него возьметесь, откройте, сразу выполните, закройте, потому что оно очень простое. But that's what we call an open-and-shut case. Но это то, что мы называем элементарным делом. Следующее слово, которое мы разберем – current. Хотя оно и имеет несколько значений, в песне его употребляют в значении поток – течение. Lost in your current like a priceless wine. Растворившийся в твоем потоке, как в бесценном вине. Другое популярное значение – текущий, настоящий. Оно часто используется в новостях. Current status – missing. Current status – missing. Текущее состояние отсутствует. Wherever you stray, I follow. Куда бы ты ни забрел, я буду следовать за тобой. Тейлор использует слово stray в значении блуждать или забрести. Wherever you stray. Куда бы ты ни забрел. Слово stray часто можно встретить в фильмах, в значении бездомный, заблудившийся. Stray dogs? No. Puppies. Stray dogs? No. Puppies. Бродячие собаки? Нет, щенки. Еще одно полезное слово из песни – Wreck. Wreck my plants, that's my man. Wreck my plants, that's my man. Нарушь мои планы. Вот это мой мужчина. Оно означает разрушить, сорвать что-то. Например, Don't wreck it. Don't wreck it. Не сломай его. Или I'm gonna wreck it. I'm gonna wreck it. Я буду крушить. Еще один глагол, определенно стоящий нашего внимания – Cheat. Наверняка вы слышали русское слово читерить. Пользоваться читами. Так вот, это слово заимствовано у английского cheat. Жульничать. Hey, you cheat, Dr. Jones. You cheat. Hey, you cheat, Dr. Jones, you cheat. Hey, вы жульничаете, Dr. вы жульничаете. В песне же поется. And there was one prize I'd cheat to win. There was one prize I'd cheat to win. И это была единственная награда, ради которой я бы сжульничала, чтобы победить. Конечно, мы не можем не упомянуть фразовый глагол count out – сбрасывать со счетов. Слово count – это считать, а предлог out заменяет русский от и из. Например, I heard count me out. I heard count me out. Я слышала сбросили меня со счетов. В песне Тейлор говорит, что ее сбрасывали со счетов. Они сбрасывали меня со счетов раз за разом. Последние два слова, о которых мы поговорим сегодня, это bait и switch. Каждая приманка и удар хлыста были произведением искусства. Bait – это приманка. Например, We can use Cordelia as bait. Great. Bait? Can use Cordelia as bait. Great. Bait? Мы можем использовать корделию как приманку. Отлично. Как приманку? А вот слово switch Тейлор использует в необычном значении – хлыст. Чаще слово switch используется в значении менять. Например, менять внешность или меняться местами. Let's switch. You wanna switch? Let's switch. Wanna switch? Давай поменяемся. Хочешь поменяться? Еще одно популярное значение switch – переключатель. Например, See that switch on the wall? Flip it on. See that switch on the wall? Flip it on. Видишь тот переключатель на стене? Включи его. На этом у нас все. Обязательно отпишитесь в комментариях о том, что вам запомнилось больше всего. Ну, а если вы до сих пор не подписаны на наш канал, то рекомендую это сделать, ведь у нас много полезного. С вами был Голос English Show. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok